Сегодня глава администрации Марина Трескова встретилась с руководителем филиала передвижных электростанций Антоновым Быковым и заместителем руководителя расчетного центра Николаем Шиловым. Поводом к этому совещанию послужило справедливое возмущение граждан, увеличившимися суммами в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь. Судя по расчеткам, жильцы стали тратить существенно больше электроэнергии на общедомовые нужды. К тому же, вопреки новым правилам оплаты сверхнормативного потребления, ресурсники решили потребовать с квартиросъемщиков, а не с управляющих компаний. При этом энергетики настаивают на своей правоте, а управление ЖКХ и транспорта на незаконности такой практики. Стороны оперировали разными нормативными актами, которые трактовали в свою пользу. В данном случае из-за несовершенства законодательства в отдельных частях, несогласованности действий хозяйствующих субъектов, преследующих свои интересы, крайними остались потребители услуг. В ситуацию пришлось мешаться местной власти, ставшей своеобразным координатором и посредником между всеми сторонами. В итоге наметили план действий. Примерное направление по поиску выхода от работы, она найдена. Достигнуты определенные договоренности с ресурсоснабжающими организациями, то есть определенные уступки каждой из сторон, они и пошли. То есть, соответственно, я думаю, если все продолжится в той работе, которая сегодня была обозначена, то за предыдущие месяца будет произведен определенный перерасчет по большому количеству объемов и, соответственно, денежных средств, которые были выставлены населению для оплаты, соответственно, услуг. Ситуация на контроле у главы администрации города и управления ЖКХ и транспорта. Находимся в диалоге с передвижной энергетикой и расчетно-кассовым центром. И могу заверить, что по результатам нашей встречи и дальнейших продолжений обсуждений этой темы граждане не пострадают.